Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. 23 октября, уже было ровно месяц того дня, когда при странных обстоятельствах погибла в фитнес-центре, дочь известного актера Владимира Конкина, сыгравшего Шарапова в легендарном кинофильме «Место встречи», изменить нельзя. С тех пор многие аспекты этой трагедии не только не прояснились, но еще больше запутались. МК из разных источников собрали последние новости по этому громкому делу. Напомним, 23 сентября вечером дочь артиста София Конкина пришла в фитнес-клуб в Пресненском районе, что неподалеку от съемной квартиры, в которой последние несколько месяцев она жила с дочерью и своим кавалером, водителем по профессии Михаилом. Девушка сразу направилась в бассейн, где около полуночи загадочным образом утонула. В бессознательном состоянии Софию вытащили из воды, и скорая доставила ее в больницу, но спасти девушку врачам не удалось. Смерть дочери знаменитого актера получила широкий резонанс из-за массы несостыковок и противоречивых данных об обстоятельствах, предшествующих трагедии. Например, у родственников погибшей возникли подозрения по поводу личности ее сожителя, а сам факт гибели здоровой и хорошо плавающей девушки и по сей день выглядит странным. Близкие Софии до сих пор отказываются верить в несчастный случай, даже несмотря на то, что в ее организме был обнаружен алкоголь и следы седативного препарата, и настаивают на полноценном расследовании, в том числе на оценке действий сотрудников и администрации фитнес-центра, и проверке всех версий, включая криминальные. Сам Владимир Конкин обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину, после чего уголовное дело по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было передано в Центральный аппарат ведомства. Мы связались с представителем Владимира Конкина, чтобы узнать, как обстоят дела с расследованием странной гибели Софии. По словам Юлия Неченко, как только материалы поступили, в производство следственной группы САСКР, дело сдвинулось с мертвой точки. Следственные действия идут полным ходом. После того, как Владимира Алексеевича признали потерпевшим по делу и допросили, следователи успели пообщаться с братом Софии и помощницей Конкина. Если Святослав не очень близко общался с сестрой, то Елена пояснила, что незадолго до гибели дочери моего доверителя, встречалась с ней в кафе и ничего тревожного не заметила. Помощница Владимира Алексеевича в очередной раз передала Софии конверт с деньгами, несколько десятков тысяч рублей. От отца Конкин поддерживал дочь и регулярно помогал ей материально, сообщила защитница. По словам Неченко, многое будет ясно, когда будут готовы результаты назначенных экспертиз, судебно-медицинской и судебно-компьютерной. А пока она отмечает, что с ней и с помощницей Владимира Конкина почти ежедневно связываются, незнакомые люди из различных регионов, которые сообщают им о якобы темном прошлом последнего кавалера Софии Михаила Серова. По нашим данным, следователи также не оставили без внимания подозрения родственников погибшей, о причастности Серова к трагедии, и вызывали его на допрос аж три раза. Кроме того, от источника из близкого окружения семьи артиста, нам стало известно, что родственники Софии не могут найти в вещах, фамильные драгоценности, переданные Конкиной и ее бабушкой. Речь о дорогостоящих антикварных украшениях, серьгах с крупными бирюзовыми бриллиантами. По словам нашего собеседника, Михаил Серов, в разговоре с близкими своей пассией якобы предположил, что София могла сдать украшения в ломбард, но в таком случае, по их подсчетам, девушка смогла бы безбедно существовать около года и погасить все свои задолженности по кредитам. Этого, однако, не произошло, и о данном факте также было заявлено следствию. Что касается обнаруженных экспертами следов лекарственного средства, в организме Софии, которые стали поводом для обсуждения, в беседе с МК, сотрудник экспертно-криминалистического центра МВД, поделился, что в практике не раз встречал комбинацию этого препарата, вкупе с алкоголем, у людей самовольно ушедших из жизни, то разгадка оказалась на поверхности. Источник, знакомый с ходом расследования, заверил, следователи почти уверены, что данное вещество входило в состав медикаментов, которые использовали сотрудники скорой, когда реанимировали Софию Конкину. Помимо седативных свойств, данный препарат обладает противосудоржным и миореклассирующим действием. На этом все. Подпишитесь на наш канал и поставьте лайк, если понравилось.